Музыка Слава нашему Господу, что я могу стоять сегодня перед лицом Его, в страхе божественном, прекрасно осознавая, что я раб ничего не стоящий. А Он по великой милости и любви сохранил мне жизнь, даровал здоровье и силы и указал дорогу, ведущую в вечность, а не в погибель. Я родился на Украине, в городе Кривой Рог, в семье, в которой никто никогда не читал Библию, никто никогда не молился, и никто из моих ближайших и дальних родственников никогда не посещал никакую церковь, никакой деноминации. С моей стороны все были коммунистами, с маминой, с папиной стороны. А отец закончил высшую партийную школу при Академии общественных наук в Москве и был профессиональным лектором, атеистом, то есть тем человеком, который ездил теперь уже по моей стране, Украине, со своими безбожными лекциями, уводя тысячи людей от Бога, говоря о том, что Бога вообще нет, и что это выдумка людей. Надо же в кого-то было людям верить. В такой семье я появился вторым ребенком в этот мир. Есть у меня старшая сестра. Мама была заучем в школе, преподавала математику, физику. Как только я родился, я начал петь. Было неудивительно, что маленький мальчик, появившийся в этой семье, хорошо стал петь, потому что в моем родстве практически все хорошо пели. Когда я начал петь, не помню точно, сколько Бог дает мне памяти, столько я помню, что я пою. Думаю, что запел первую песню прямо в роддоме, когда появился в этот мир. И с тех пор стал петь дальше. Думаю, что эта песня была плачевной. Самым большим почитателем моего таланта был мой дед, который за каждую выученную мной песню давал мне рубль. Это были большие деньги. В то время, по крайней мере. Поэтому благодаря моему деду я выучил достаточно много песен к пяти годам, и к пяти годам обанкротил деда, а затем и бабушку, у которой он стал занимать деньги. В пять лет я вышел на сцену первый раз официально. А в семь лет я занял первое место на Украине как певец. А в восемь лет я оказался в Москве. Тогда все лучшее было принято забирать в Москву. Этим лучшим оказался почему-то я, и не осознавая того, оказался в Москве. Мои родители, как и многие родители сегодня, желают своим детям самого лучшего, самого прекрасного. Мои родители тоже не были исключением. И они посчитали, что их сыну будет лучше учиться в Москве, в престижном учебном заведении, чтобы у него была большая, а главное, широкая дорога. Жаль, что не знали, что в погибель, а не в Царство Божье. И я пошел по этой широкой дороге, которой шагала вся страна, и мы даже пели песню «Широка, страна моя родная». И другую пели песню «Нам песня строить, вам жить помогает». Помните? И действительно, весь народ строил, а они жили. Мне пришлось учиться в Московском государственном хоровом училище имени Свешникова, приобретать профессию дирижер хора. Восемь лет я начал учить дирижирование, а с десяти лет начал дирижировать хором. Мне пришлось быть солистом хора мальчика в этого училище. Мне пришлось петь действительно те песни, которые сказал брат Константин. И многие-многие другие. Софию Ротару мы спели песню, которая была в одно время, крутилась каждый день по двадцать минимум раз, и нам порядком самим надоело. Я думаю, вы ее вспомните достаточно быстро. Например, такая песня, как «Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове «мы, сто тысяч, я». И многие-многие другие песни мне пришлось спеть. Мне пришлось петь на двух съездах КПСС. Мне пришлось участвовать в шести финалах песни года в Москве. Первый раз, когда я участвовал, первый раз участвовала Алла Борисовна Пугачева с песней «Роликина». Мне пришлось петь со всеми звездами эстрады, которые уже ушли в вечность, жаль только не с Богом, и которые сегодня поют на этих сценах. Мне пришлось учиться со многими достаточно известными сегодня музыкантами. Это и Владимир Пресняков, это Филипп Киркоров, это Михаил Турецкий, и многие другие люди, которые сегодня, Валерия, песни Алсу, такая есть певица в России, достаточно известная, пишет мой одноклассник, которого тоже зовут Вадим, и многие-многие другие, которых и сегодня не упомнишь. Я хорошим старался быть комсомольцем, пионером. Почти в 19, неполных 19 лет я закончил училище, поступил в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В это время был конкурс молодых дирижеров. Я занял третье место как дирижер в своем возрасте в Советском Союзе и стал шестым дирижером в возрасте до 32 лет. В это время я стал делегатом съезда комсомола моей страны, и мой отец был на седьмом небе от счастья, о существовании которого даже не предполагал. Я шел дорогой моих дедов и прадедов. Мной гордилась страна, мной гордилась Украина, мной гордились родители, и многие завидовали нашей семье. И этому маленькому мальчику, который шел по этой иерархической лестнице, прославляя всех тех идолов, которые мы сами настроили. Я свято верил в то, что говорила моя страна. В это время я пошел работать в православный храм, зарабатывая деньги, там достаточно много платили, и мне пришлось два года быть регентом в Загорске у патриарха всей Руси Пимена, зарабатывая просто деньги. Я поступил в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, усовершенствуя профессию дирижер хора. В это время меня пригласили работать в органы госбезопасности, и мне в дальнейшем пришлось работать шесть лет в органах госбезопасности, или проще КГБ. Два года из них я работал в отделе антисоветской пропаганды. Это тот отдел, который садил в тюрьмы христиан. Это тот отдел, который не давал ввозить Библию в нашу страну. И мне пришлось смотреть за иностранцами, которые у меня учились, чтобы они не ввозили, не дай Бог, Библию, и не рассказывали, как мы плохо живем в Советском Союзе, а как они хорошо живут там в загнивающем капитализме, как мы его называли тогда. Затем мне пришлось жить и работать в Германии в течение четырех с половиной лет. Я руководил одним из хоровых военных коллективов и параллельно работал в отделе экономической разведки. Я долго не понимал, что может делать музыкант в отделе экономической разведки, но, как оказалось, позже может, и даже успешно, воровать для своей страны и за это получать достаточно хорошие деньги. В то время одним из моих начальников был Владимир Путин, бывший президент, я думаю, будущий президент России. В 24 года, видимо, хорошо воруя для своей страны, я получил награду от первого президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. В это время моя страна решила, что она имеет полное право на всю мою дальнейшую жизнь. И моя страна выбрала мне спутницу жизни. Это была гражданка Германии. Так выбрала моя страна, которая работала в такой организации, как Штази. То же самое КГБ, только в ГДР. И моя страна решила, что она имеет полное право руководить всей моей сознательной и бессознательной жизнью. Я отказался выполнять это задание своей Родины, вообще не понимая, почему она решила, что она имеет на это право, честно говоря. Два месяца моя страна решала, что сделать со мной. И решила. Моя страна решила, что я должен буду отработать на урановой шахте в течение шести лет. Я отработал пять с половиной лет на урановой шахте. На глубине почти один километр. Девятьсот двадцать метров. Отработал взрывником, что еще в десять раз опаздней. На моем рабочем месте радиация превышала норму в двадцать семь раз. Мы сегодня беседовали немножко с одним братом. Он говорил о Чернобыле. Я не знаю, понимаете ли вы, что такое радиация превышает норму в двадцать семь раз. Но это примерно то же самое, что сесть на атомном реакторе в Чернобыле и просидеть там пять с половиной лет. Поверьте, я сегодня очень, очень благодарен Богу, что могу стоять собственными ногами на земле. Иметь семью и расти детей, здоровых детей. Я понимаю, что в этом моей заслуги абсолютно никакой нет. Если бы не Бог, и вы бы фанили тут рядом со мной. Зашкаливали бы. Удивительно сделал Бог в моей жизни. Мои проблемы, да и проблемы другие, государственные проблемы, видимо, повлияли в лучшую сторону. И однажды мой отец взял Библию в руки, о которой около тридцати лет говорил, не держа ее никогда в руках. И эта прекрасная книга перевернула его жизнь. И в одном из дворцов культуры он преклонил свои колени. Удивительно то, что он преклонил колени в том дворце культуры, в котором он десятки раз выходил за кафедру и говорил, что Бога нет. И великий Бог склонил его колени возле той кафедры, на которой не было слов «Мы проповедуем Христа распятого». А был герб Советского Союза. Но я думаю, глядя на этот герб, отец просил прощения у великого Бога за свою безбожную жизнь. Он склонил колени вместе с мамой в один день. После этого наша жизнь стала меняться. Для меня не в лучшую сторону. Потому что то, что сделали родители, я абсолютно не понял. Ведь чтобы понять, что они сделали, надо было самому это сделать. Я осудил их за это. Потому что мы стали терять одни блага земные за другими. И в дальнейшем нам пришлось переехать из этого ужасного города Кривой Рог, в котором лучше не жить и умирать при таком загрязнении радиационном. Мы переехали в другую область. В дальнейшем нам пришлось жить в доме, если его можно было тогда домом назвать вообще. Спать на земле полностью одетыми. Даже в шапках-ушанках, закутавшись шарфами и в обуви. Но в это время были сильные молитвы моего отца и мамы. За меня и за старшую сестру. Я убегал от этих молитв. Не хотел их слышать. Потому что они переворачивали меня внутри. Бог говорил через них. Но я благодарен сегодня, что мой отец и мама молились. Я благодарен, что по их молитвам я тоже здесь стою. Я благодарен, что не так долго им пришлось молиться. Я благодарен, что в их жизни и в их сердцах уже жил Христос. Который в трудные эти времена помогал им жить. Ведь два года нам пришлось жить под одной крышей даже со свиньями. И поверьте, притчу о блудном сыне я очень прекрасно понимаю. Потому что в то время, как и Ему, нам никто даже рожки не давал. Которые мы были готовы есть. Нет просто времени рассказывать об этом. Но поверьте, я прекрасно понимаю, что такое жизнь. И что такое слова. Которые написали великие люди. Которые говорили о том, что они могут жить в изобилии и в нищете. Но я благодарен, что это был путь к Богу. Что это был путь в небеса. Тернистый, по-своему сложный, трудный. Может быть, для кого-то невыносимый. Но великий Бог не дает больше, чем мы можем перенести. И мы переносили. Не благодаря мне. А благодаря молитвам моего отца и мамы. Потому что там в них была сила. Которая двигала нашу семью. В вечность. Где наше сердце? Это очень важный вопрос. Потому что из него исходит все. И если наше сердце привязано к земле, мы здесь и останемся. Дай Бог, чтобы наше сердце было привязано к небесам, которые открыл Христос. Всем нам. Всем. Дай Бог, чтобы оно было чистым. Мудрым. Чтобы оно было любящим. Чтобы в этом сердце полностью. Ведь Бог говорит, возлюби меня всем сердцем. Не 99% нашего сердца должно принадлежать Богу. А все 100%. Дай Бог, чтобы это было так. Дай Бог. Я хотел бы во славу Божию спеть еще одну песню. Которая называется, на мой взгляд, очень правильно. Она называется «У креста мое сердце». «У креста мое сердце» Мое сердце, как розу У креста на Голгофе, в самом центре земли Где к печальной горе прикасаются звезды Где оструятся из ран Божьей крови ручьи Что еще поднести я могу тебе, Божьей? Затаили свой ход нераздания часы У креста положу Мое сердце, как розу Где сплели все узлом Миллиарды дорог Не растопчет никто Этот дар сокровенный Не затенет крылом Налетев воронье На печальной горе В самом центре вселенной Будет сердце Лежать У распятия Мое Лежать 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 Посетите, друзья, это скорбное место Где парят над землей, над вселенной кресты. А когда в мир придет царь во славе воскреши, Он поднимет с земли дорогие цветы. Мой Господь дорогой, ты мне жизни дороже. Мой Господь дорогой, в мир скорее гряди. И пронзенной рукой подними мою розу. Мое сердце, Господь, положи на груди. И пронзенной рукой подними мою розу. Мое сердце, Господь, положи на груди. Однажды, 21 июня 1997 года, в наш дом приехал, как Библия часто говорит, человек Божий. Не называя имени, фамилии человека, А еще раз, еще раз показывая величие, милость, любовь и всемогущество Бога. Он приехал, это был пресвит родной из областей сегодня на Украине. Сегодня это мой очень хороший друг и брат, Духовный наставник, с которым мы были в Киргизии, в церкви у Константина и проводили эти благословенные служения. Он зашел в наш дом, провел такое общение, неслужение, пообщался с нами, спел несколько песен прекрасным басом, в простоте объяснил Евангелие, а затем, просто глядя в мои глаза, задал всего лишь один вопрос. Он спросил меня, «Вадим, скажи, а что тебе мешает прийти к Богу? Вот что тебя держит, чтобы ты не обратился к Нему?» И чуть-чуть поразмыслив, добавил, «Ты мне можешь не отвечать?» – сказал он. «Ответь не мне, ответь Богу». Сегодня я безмерно благодарен Господу, что Он дал возможность в тот момент подумать, подумать. Поверьте, я немного уже представляю, какая жизнь в Америке. Немного представляю. Мы настолько часто увлекаемся этой суетой, этими кризисами и еще чем-то. И как сказала одна бабушка на Украине, она сказала, «Сынок, скажи, вот то, что там индитикофикационный код ставят, вот это то 666». А я спросил бабушка, «А сколько вам лет?» Она говорит, «84». Я говорю, «И вы вот этот код этот ждете?» «Да вы глядывайте Иисуса Христа!» «Ведь мы Его ждем, не так ли, братья и сестры?» Я благодарен Богу, что Он мне дал возможность подумать. Подумать. Ведь то зло, которое ходит за нами, даже за христианами, даже за крепкими христианами, хочет, чтобы мы думали обо всем угодно, о чем угодно, но только не о своей бессмертной душе. И куда она идет? Я благодарен Богу, что я начал думать. Я думал, что я сейчас начну перечислять все то хорошее, что меня держит, чтобы не обратиться к Богу. Я думал, сейчас начну загибать пальцы. Но прошло время, я так и не смог. А прошло еще немного времени, и в страхе божественном я понял, что ни один палец на моей руке никогда в жизни не согнется по той простой причине, что все хорошее – это Бог. 21 июня 1997 года, в этот день, я пал на колени на эту грязную глину, которая была в моем доме. Мне было абсолютно все равно, куда падать. Ведь я падал не ногами своими, не коленями, сердцем своим падал перед Богом. В этот день встала на колени моя жена. За год до этого события мы поженились. Мои родители радовались, наконец-то их сын в 32 года решил жениться. Они радовали, что будут сваты, как у нас говорят на Украине, хотя бы с кем-то можно будет поговорить в этом селении, ведь никто с нами не разговаривал. Но за два месяца до свадьбы ее родители выгнали ее из дому. Посчитав, что она выходит замуж за штунду, которым я тогда еще не был. Два месяца она пожила у тети, которая ее приютила. Потом мы сыграли свадьбу, на которой не было ее родителей. И она пришла к нам жить домой. Четыре года ее родители не общались с нами. И хотя великий Бог по милости своей подарил к тому времени нам двоих дочерей, за четыре года они ни разу их не назвали по имени и никогда не держали на руках. Я до сих пор не могу понять, честно говоря, как же можно относиться к своим детям и внукам. Зачем рожать, чтобы так жить? Зачем? Мы четыре года за них молились и сейчас молимся. Она в тот день стала со мной рядом на колени. Рядом с ней на колени стала моя старшая сестра, а рядом с старшей сестрой старшая ее дочь, а рядом с старшей дочерью тетя моей жены. И рядом с тетей моей жены в тот день стала на колени свекровь моей родной сестры. И наша домашняя церковь за один день утроилась. Это был великий праздник. Великий. Я знаю, и там был великий праздник. Знаю. Не видел. Знаю. Но я видел и знаю, что было дома у меня. Я обнимал своего отца. Я плакал. И он плакал. Я думаю, он больше плакал, чем я. Потому что в тот момент он больше и глубже понимал, что все-таки в жизни своей сделал его собственный сын. Ведь он лучше видел Бога. И лучше слышал его. Через две недели мы принимали крещение в моей родной церкви. Винницкой церкви. В тот день вместе с нами принимало крещение 241 человек. 21 семейная пара. Моя жена была на восьмом месяце. И через месяц у нас должна была родиться дочь. Так что крещение мы практически втроем принимали. Мы искренне радовались, что наш ребенок родится не в коммунистической семье, а в христианской. Великая разница. Великая. Мы молились еще первыми нескладными молитвами, чистым сердцем, с первой любовью, взывая к Богу, чтобы наш ребенок, наша Алинка, первая наша дочь, родилась 29 августа. Нам очень так хотелось. Врачи сказали нет. Даже 30-го нет, сказали они. Кто такие врачи? Люди. А кто такой Бог? А Бог сказал да. И наша первая дочь родилась 29 августа. На мой же день рождения. Такой подарок сделал нам великий Бог. Через два года у нас родилась вторая дочь Юлечка, и она родилась тоже на мой день рождения. Три года назад у нас родилась третья дочь Софийка. Мы знали, что она не родится на мой день рождения, но, затаив дыхание, думали, на чье же. Она родилась на день рождения дедушки. И мы поняли, что он сильно молился. Почти ровно год назад родился у нас сын. Мы его назвали Даниил. Он родился 21 ноября на день рождения моего лучшего друга, пастыря одной из церквей Сакрамента. Было два варианта, как назвать его Даниил или Тимофей. И то имя, и то имя мне нравилось и нравится сейчас. Но мои девчата решили, что будет Даниил. А мой друг из Сакрамента сказал, Вадим, ты правильно начал. Ты начал с Ветхого Завета. А я понял, что ничего страшного в этом нету, значит, следующий будет Тимофей. Сегодня мой отец пастырь одной из церквей на Украине. Сегодня моя мама продолжает быть учителем, только в воскресной школе, помогая отцу. Месяц назад рукоположили на пастырское служение в городе Черновцы мужа моей родной сестры. Я живу в Виннице с моей прекрасной женой. Поверьте, вы все красивые, но она самая красивая. Бог подарил нам четверых деток, и сегодня я живу в Виннице. С Божьей помощью мы открыли одну из первых на Украине христианских музыкальных школ, хоровую школу, регенские курсы, и в библейском колледже музыкальный факультет. Бог помог получить еще три высших образования, и сегодня их четыре. я думаю, что вы прекрасно знаете, что самое лучшее образование это образование у ног Иисуса Христа. Я много в своей жизни делал чего-то, многим чем-то гордился, мной гордились, но самое прекрасное, что в своей жизни я сделал, это пал на колени перед великим Богом. и то в этом моей заслуги нет, потому что если бы не великий Бог, у меня бы силы не хватило это сделать. И может быть сегодня есть вместе с нами та драгоценная душа для Господа, которая еще не стала на этот путь. Друг, услышь, не меня, я тебя прошу, не меня, Бога, услышь Его, загляни в собственное сердце, сейчас, не потом, потом может не настать. Сейчас загляни и попроси у Него прощения, попроси, спасая свою собственную бессмертную душу для Царства Божьего. И пока будет звучать эта песня, ты можешь выйти пред лицо Божье сюда к нам. Мы вместе с тобой помолимся, может быть, впервые, слезной молитвой сокрушенного твоего сердца. Поддержим тебя и станем твоей семьей не просто прохожими людьми, а братьями и сестрами Великого Отца Небесного, Великого Бога. Извинись перед Ним. Сегодня у тебя есть шанс. Извинись. Грех сжигал огнем душу мою смерть стоял пред нею я в строю Ты открыл мне мир своей любви для новой жизни оживи и кровью все грехи омыль грехи омыль прости за то что ты меня искал прости что я не слышал и страдал прости за песни и за стихи что были спеты во грехах прости свет увидел свет я пред собой мир какой прекрасный мир с тобой ты дал радость жизни на земле теперь Христос живет во мне и в каждом дне иду к тебе мой Бог к тебе прости за то что ты меня искал прости что я не слышал и страдал прости за песни за стихи что были спеты во грехах прости 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прости за то, что ты меня искал Прости, что я не слышал и страдал Прости за песни и за стихи Прости, что были спяты во грехах Прости 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 Вторая категория людей Которая здесь написана, написана в 35 стихе Написана так И стоял народ и смотрел Лаконично И просто Написана категория людей Которые стояли просто и смотрели Им было все равно, кого распинают Им было все равно, что будут Делать сейчас с Богом По той причине Что они не знали его лично Они стояли равнодушно глядя Они пришли, чтобы просто созерцать Как на концерт Как на шоу Как на какую-то программу Они были равнодушны В первую очередь К самим себе Но не понимали этого Однажды В Великую Отечественную войну Бывший следователь пошел воевать И в войну он потерял своих двух малолетних Сыновей и жену И не мог после войны найти И однажды, когда после войны Он проводил судебное заседание И судил одного маленького парнишку Который третий раз что-то украл в страны Без призорника Таких было много после войны Он вдруг В конце узнал в нем собственного сына Ему как суде Нужно было выносить приговор А как отец Он был готов встать на его место И отсидеть в три раза больше Чем дано этому парнишке До того момента, пока он не знал Что это его сын Ему было абсолютно все равно о судьбе О дальнейшей судьбе этого парня Но только он знал в нем сына Он был готов встать за него в проломе Эти равнодушные Были равнодушны К судьбе Бога По той причине Потому что они не знали его лично Третья категория людей Из израильского народа Из Богом избранного народа Стояла на Голгофе И о них написано дальше Они не пришли поплакать о себе Они не стояли равнодушно Они пришли с одной целью Они пришли посмеяться Над Иисусом Христом И начальники И слово начальники Стоит в понимании Члены Синедриона Члены парламента Члены Конгресса Сенаторы Это те люди, которые Руководили государством Это те люди, которые должны были Вести это государство Израиль Избранный народ Это те люди, которые Должны были привести К Иисусу Христу Они пришли на Голгофу С одной целью Посмеяться над Богом И стояли впереди А Бог говорит, что Он никогда А смен не бывает Что человек посеет То и пожнет И великий Бог говорил о них О таких людях Которые говорили красиво Но не жили вот здесь В сердце своем Четвертая категория людей Которая здесь написана Пришла не чтобы поплакать Они пришли не чтобы просто Постоять и посмотреть как на шоу Они даже пришли не чтобы посмеяться Они пришли с одной целью Они пришли истязать Иисуса Христа Матфей описывает эти события Говорит, что они надели на Него Терновый венец И били палками по голове И этот терн пронзал Его черепную коробку И медики утверждают, что Если бы это был не Бог, а человек Он бы умер Но Ему нужно было умереть там На Голгофе Он должен был дойти туда Изнеможенный Избитый Оплеванный Израненный Еле живой Но он должен был туда дойти И он дошел И написано Претерпел До смерти И смерти крестной Он претерпел До последней капли крови сражался Против грехов Не своих А наших Они подносили Ему уксус Они кололи Его копьями А Иисус говорил Прости им Они не знают, что делают Не знают Друзья, сегодня вопрос Мы пришли тоже Мы тоже Избранный народ Мы дети Его Зачем мы пришли сегодня Каждый из нас Перед Богом Загляните в сердце свое Мы пришли Равнодушно посидеть Что же сегодня будет На обыкновенное служение Или мы, может быть, пришли Поплакать о себе и о своих детях И сказать Господи, помоги Не дай Бог Кто-то сегодня пришел Посмеяться Над Богом Поймите, что Вы будете смеяться Не над Ним А над самим собой Даже человеческая Пословица говорит Смеется тот Кто смеется Последним Не дай Бог Вам истязать Господа Грехами своими Сегодня На территории бывшего Советского Союза Много проводится Различных лагерей Молодежные Христианские Нехристианские Для христианской молодежи И вы знаете У нас проводили тоже лагерь Для молодых людей От 16 до 21 года И вот у строителей лагеря Подогнали автобус Подогнали автобус И молодые ребята Такие спортивные Стали обгонять друг друга И забегать в этот автобус Чтобы сесть На самые престижные места Впереди Возле водителя Они толкали друг друга Перегоняли Бежали А рядом шел Молодой парень Примерно 16 лет Он шел Такой Хрупкой походкой Он боялся Что его кто-то толкнет И он упадет Он был болен Церебральным параличем Этой страшной болезнью Он зашел В автобус самый последний И сел На самой галерке Как говорят Автобус приехал И как только приехал автобус У строителей сделали так Что поставили столик И каждому кто выходил Оттуда давали шоколадку Все снова стали Обгонять друг друга Толкаясь Эти спортивные ребята И девчата Выбегая наперед И забирая Каждый шоколадку Этот больной Церебральным параличем Вышел к последним Невнятной походкой Пошатываясь С дрожащими руками Он подошел А ему не досталось шоколадки Видимо кто-то две Ухватил Из этих спортивных Ребят Он протянул руку И дрожащим голосом Произнес И я Тоже Х Х Х Х Хочу Ребята и девчата услышали Как он это произнес И стали передразнивая его Повторять И я тоже Х Хочу И это стала крылатая фраза На протяжении Всего этого лагеря Они бегали Часто кричали Друг другу Я тоже Х Хочу И вы знаете Когда закончился этот лагерь Устроители Собрали вот так вот Как нас сегодня Этих молодых Спортивных ребят И девчат И устроитель лагеря Вышел к микрофону И спросил Скажите Может кто-то Хочет поделиться Как он здесь провел время И молодые ребята и девчат Один за другим Выходили к микрофону И рассказывали Как они хорошо провели здесь время Как они купались Как они загорали Как они играли в волейбол И в другие игры И когда уже наговорились все вдоволь Устроитель лагеря сказал Ну может быть еще кто-то хочет Что-то сказать На самой галерке Поднялась трясущая рука И парень Больной церебральным параличем Произнес И я-е-е-е Тоже Хочу Все замерли Он вышел Хрупкой такой походкой Покачиваясь К микрофону Взял микрофон и произнес И я Люблю Иисуса И Иисус Любит Меня И вы знаете Один за другим Эти молодые спортивные ребята И девчата И девчата Стали выходить на сцену Падать на колени И просить у Бога прощения Многие из них стали в дальнейшем Директорами школ Проповедниками Деканами Пасторами И когда Их спрашивали Что изменило вашу жизнь Они всегда повторяли Всего шесть слов Больного церебральным параличем Перевернули всю мою жизнь Друзья Любим ли мы Иисуса Христа Я думаю, что любим Я хотел И хотел еще обратиться Друг Мы бы хотели, чтобы ты был не другом А братом А кто-то, чтобы нам стал сестрой Любишь ли ты Иисуса Христа Плачешь ли ты о себе А с ними может быть Детям и многих Стинаешь ли ты в своем сердце Если да Сегодня Бог привел тебя сюда Есть время Есть И ты можешь выйти в любое время В любое время Мы помолимся о тебе Братья и сестры Давайте и сейчас склонимся И тоже помолимся Нашему великому Богу Прославим Его в наших молитвах Аминь 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 И еще с большим вниманием, потому что мы не ругаем. Время и время мы можем идти сюда вперед. И мы можем не со стороны. О, Господи, как краток путь земной. Свечу мою задуть стремится ветер. Молю ты смерть, не посылай за мной. Пока во мне нуждаться будут дети. Ты можешь хворь любую исцелить. Простишь меня и примешь покаянье. Лишь только ты умеешь так любить. И понимать телесные страдания. Ты путь прошел от яси до креста. Господь, принявший облик человечий. Твоя непостижима доброта. Ты был, ты есть, ты незменно вечен. Храни детей моих среди невзгод. Не допусти угрозы смертной битвы. И верю я от зла их забережет. Моя слезой омытая молитва. О, Господи, как краток путь земной. Свечу мою задуть стремится ветер. Молю ты смерть, не посылай за мной. Пока во мне нуждаться будут дети. Итак, служение наше подошло к концу благословения.